Ну что, продолжим наше исследование такого вопроса, как онкология. Я уже вам кое-что рассказал. А теперь вот на практике то, что написали, то, что я вам сначала рассказал, это можно было отнести к своего рода теории, которая не касается вообще. А вот теперь почитаем, что нам рассказывают. Спасибо большое вам. Я внимательно слушала. Еще дома буду слушать ваши рекомендации. Вы абсолютно правы. Я живу в Кырестане на берегу озера Иссык-Куль. Кстати, я 47-летняя женщина. Как вы правильно заметили, у меня с детства ангины, молочницы мучили. В 30 лет я полностью обследование прошла в специальной клинике в городе Бишкек. Все отлично вышло. Ну, кроме молочницы. Стоп! Стоп! Зачем я вам говорил, что у вас было? Зачем это? И как это связано с тем, что есть? Если были у вас ангины, это говорит о том, что у вас микрофлора, микробы, которые жили в ротовой полости, да хотя бы те же микробы, которые вызывают, по-моему, кандиды вызывают молочницу, те же эти микробы, значит, они расселены по всему организму, тем более, если молочница. То есть, это вот эти вот микроорганизмы, со временем, раз появившись в нашем организме, если ничего такого не делается, конкретное, чтобы их, по-моему, выгнать или держать, так сказать, на минимуме, они потихонечку завоевывают наш организм и начинают делать разного рода колонии, которые затем превращаются в онкологию. И уже зная, что это было, молочница, допустим, там, или там ангина, или то и другое вместе, значит, можно уже, соответственно, понимать, от чего возникла опухоль. Естественно, медицинские там анализы еще дополнительно покажут, что там, как там все это вышло. И против этого можно целенаправленно использовать. То есть, если это молочница, значит, больше, грубо говоря, там, вот таких средств. Я не буду говорить, каких. Если это, значит, какая-то бактериальная форма, значит, применяются средства, которые чищают кровь, которые чищают организм, практически то же самое, что рекомендует и медицина, то это просто-напросто народные способы. Через год попала в несчастный случай с травмой головы. И снова прошло обследование. Вот тогда сказали, что у меня гемангиома в печени. Объяснил врач, что доброкачественная, стали лечить травму в голове. То есть, координации в движении не было. Потом смерть матери из-за моей травмы. Это очень было тяжело психоэмоционально. То есть, вот вам теперь сочетание факторов психоэмоционально. Переживание за утрату родственника. То есть, сочетаются вещи. Они с возрастом болезни как были, так и остались. Плюс еще добавилась психоэмоциональная травма, которая оставила свой след в организме. Через два года родила. Единственную дочку, ей 14 лет, учится отлично в частной школе. Ну, великолепно. Я попала в аварию в 2006 году. То есть, новая авария. Спервой лежала месяца полтора, потом я устала от внимания родственников. И решила, что встану и буду ходить. Тренировалась каждый день. И еще кривая была на дно плечо, вся в гипсах. Прошла через все это, добилась, что хожу. И полноценно стала. Молодец. Чувствуется, что человек волевой, хочет жить. А на следующий год, после очередных загаров на Иссыкуле. А загары, как мы знаем, они ослабляют наш организм. Не надо загорать там специально. Жариться, париться, чтобы что-то показать. Там, вот я какая и так далее и того подобного. Солнышко, увы, должно быть в меру. А когда человек жарится, это подрывает его здоровье. Я с приступами попала в онкологию. После солнышка. Срочно операцию сделали наши врачи. И начали химиотерапию. Я не выдержала химиотерапию. Остановила курс лечения. Остановил курс лечения сам врач, химиотерапевт. Но тогда никто из врачей не сказал, что у меня метастазы в печени. А возможно их тогда и не было. И у меня началась диарея постоянная. Кроме диарея, 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 диарея. Диарея. Следует понимать. Диарея. Нарушена нормально микрофлора в кишечнике. То есть нету нужной микрофлоры. Там идет какая-то совершенно иная. Что в этом случае можно было бы сделать? В этом случае можно было бы принимать семена тмина. По 1 четвертой чайной ложечке. Для того, чтобы микрофлора, если она ненормальная, превратилась в нормальную. То есть ненормальную тмин уничтожает, нормальную оставляет. Вот эти все лечения без учета нормализации микрофлоры приводят к тому, что появляются такие явления. А как их устранить? Каждые полгода прохожу обследование. В кишечнике нет опухоли. А в печени есть гемангиома. Кстати, почему в печень еще? В печень залазит из-за того, вся эта, будем говорить, зараза. Потому что именно в ней можно хорошо питаться. То есть это хлебное место в организме. Вот туда-то надо и залезть. Вот так я жила до 16-го года. Еще надо зарабатывать. Постоянно стресс на счет финансов. То есть вот хронический, понимаете, напряг, который еще дополнительно забирает жизненные силы из организма человека. Что тут удивляться? Я не замужем. Еще плюс заботы о родных братьев и сестер инвалидов. Ну, сколько вопросов к Всевышнему было насчет моей судьбы и моих родных, родившихся инвалидами первой группы. Ну, вот еще переживания, естественно, за семью. Это самое сильное переживание. Так вот и решила, и полетела в Москву. Лонкоцет, именно блохина. Почему у меня 9 лет диарея и приливы на лице после любой еды. Прошла анализа. Вручили справку о том, что ветостазы в печени, уровень серотонина и хромогранина на 1200 раз больше. Забрюшные лимфатические узлы увеличены. Мысль не докончена. Но раз они говорятся, то говорят о том, что они увеличились. То есть, там идет все-таки своего рода. Ну, если диарея, да, то уже лимфатическая система старается бороться с этой заразой. И не может себя, как бы сказать, ее побороть. Лимфатические узлы увеличиваются. То есть, это говорит о том, что инфекция там, внутри, в организме, она делает свое дело. Семь отмина поможет здесь нормализовать работу кишечника. 6 лет по нос, и за 6 лет ничего не было сделано. Рекомендовали по месту жительства, ну, разные там лекарства. Я их не буду перечислять. После прилета из Москвы, в первую очередь, стало читать намаз. Потом исключилось питание мяса и молоко, чай, кофе натуральный, сахар и варенье. Я бы особенно сказал, что кормит микрофлору. Больше всего ее кормит сахар и варенье. Получала вот гормоны. Они очень дорогие. Все равно находила деньги и заказывала их из Москвы. Гормоны. А что делают гормоны? А что делают гормоны? То есть, то, что было, то и есть. Гормоны там пытаются, знаете, как бы сказать, что-то скорректировать. А что-то скорректировать только все делается с жизненной силой, общей жизненной силой организма. То есть, они ее посильнее, как бы сказать, вырабатывают. А все остальное, как и было. Спасибо подруге. Они отправляли ежемесячно. Снова обследование прошло. И было так разочарованно, что нет результата от лечения гормонами. И не будет от лечения гормонов. А что гормоны делают? Они что, влияют на опухоль? Они что, влияют на грибки от молочницы? Они что, влияют на бактерии, которые вызывают ангину или те же грибки? Что они делают? Очень важно. Вот вы пришли к врачу. И поговорите с ним обстоятельно по поводу своего лечения, по поводу своего состояния, по поводу всего-всего-всего-всего-всего, что он вам скажет. Или просто же только отрежет или гормоны даст, и все. А что остальное с вами там, что вы в хроническом стрессе? Что у вас вот эти вот заболевания, это его не касается. Понимаете? Нет воздействия на то, что надо. Это все равно, что, грубо говоря, дом у вас из-за того, что фундамент там подмыло, потрескался, и вы эти трещины заделаете. Ждете, пока опять еще больше подмоют фундамент, чтобы этот дом завалился и разрушился. Это примерно одинаково. Потом стала лечиться по системе Макарова в городе Тольятти. Спасибо большое доктору Галине Кутировой. Он мне помог лечиться психологически и по органам малого таза. Ну хорошо, хорошо. Я не знаю, что там, как там психологически и по органам малого таза, что там они. Они там молочницу гоняли, что они делали для того, чтобы человек принял ситуацию, которая его эмоционально волновала, чтобы он успокоился. Я не знаю, что там делалось. В России познакомилась с добрыми людьми, которые по методу Неумывакина и Иллюзала лечатся. В прошлом году, с прошлого года пью соду, плюс когда нахожусь в соду, капаюсь по 3-4 часа в день. Вены тонкие, лопаются, не выдержала боли и перестала лечиться. В добре прошло обследование. Сказали, увеличился МТС. Не знаю, что такое МТС. После Нового года резко решила на голодание. Второй раз на 7 дней. Хотел организм частично очистить от шлаков и токсинов, которые годами накопились. То есть для того, чтобы размножилась болезнетворная микрофлора, грибковая или бактериальная, надо создать в организме болото. Хочу менять свой образ жизни. Сырые еды не 80% плюс 20% вегетарианства. Бегать, бегать йогой данное время присыдаю от 50 до 100 раз. Физкультура легкая. Физкультура легкая. Почему к вам обратилась? Физкультура легкая. Физкультура легкая. Физкультура легкая. Физкультура легкая, желтона. что, на мой взгляд, слабо, что сильно, и в заключение вывел свое на основании прочитанного и своего собственного опыта. Рекомендацию по голоду и особенно психологические, эмоциональные советы, заходите опять-таки на библиотеку «Основы здоровья», «Целительные силы», «Четвертый том», то есть, или то, или другое, и начинаете читать, что и как. Заодно газету почитайте. «Я сама перерываю интернет, нашла медицинское заключение, что это болезнь – редкий и гормональный вид!» Какой делается вывод? Вот смотрите, я в прошлый раз сказал, что важно знать свои предыдущие болезни. Были ли там гормональные какие-то болезни? Не было. Там были ангины и молочница. И плюс, что я указывал, были эмоциональные потрясения. Вот они причины. Откуда эти взялись гормональные? Ну, сейчас, конечно, там климакс вмешивается, в свою лепту вносит. Но этого ничего не было. То есть, вообще, какие-то выводы делаются? С чего это делается? Мне лично непонятно. Или лишь бы от человека, знаете, откреститься, сказать, «Да, у тебя гормональные проблемы и так далее». Гормональные проблемы вообще от чего не бывают? Они бывают от того, что с головой непорядок из-за эмоциональных потрясений, если так уж говорить. Но этого-то там больше, я считаю, гормональные, смотрите, эти изменения, они никак, они могут просто разрушить ваш организм, сделать там как-то это. Но они не способствуют тому, что есть какая-то там причина, которую они могут, как бы сказать, превратить в опухоль эти. В опухоль превращается, это колонии микробов, посвящивая, да, хламидии там, колонии грибков, это «Итальянскому врачу», там, я же забыл как-то его зовут. Вот. И другие, то есть там столько всего, ну, только, будем говорить, не гормоны, ну, и плюс, естественно, эмоциональное потрясение. Значит, медицинское заключение этой болезни редкий и гормональный вид. Люди живут после выявления диагноза от 5-25 лет. даже после, а, даже были трансплантации печени, но это на короткое время радиолечения в блохине. Надеюсь, мой отклик к вам прочтут те люди, у которых такой же диагноз, и будем сообщать, лечиться и вылечимся от рака. Вот. Вот.